Всем здравствуйте! Сегодня мы посетим место, которое называется Анкерчорч, которое находится в городстве Дерпшир в Англии. Анкерчорч переводится как якорная церковь, но это скорее всего с древнегреческого языка. Да, погода чудесненькая. Слушайте, какое сегодня число? 25 апреля 2021 года. Вот и мост новый строит. Интересно, он пойдет сбоку этих пещер или через пещеры? Скорее всего сбоку. А тут мостик еще на один островок. Там написано таблички, что рыбу нельзя ловить с 15 марта по 15 июня. И вообще здесь нельзя купаться. Хотя люди купаются. О, какое местечко. Как дерево. Ну и как это перейти? Плюс по пласминка. Плюс по пласминку. но к этому месту можно добраться как и по низу идя по грязи потому что там ручьи истекают это скалы также и по верху но тоже там крутые склоны хорошо что дождя не было так бы было бы вообще весело скользко было вот пещеры вот видно как за многолетнюю много тысячную историю этого места здесь наводнениями изрезала так сказать этот песчаник река хотя река сейчас уже имеет другое русло немножко рядом а в древние времена она проходила практически около этой пещер около этих пещер итак немножко про историю многом известно что по библии иоанн креститель жил в пещере и около пещеры он крестил первых христиан в реке иордан значит вернемся перенесемся еще в началу нашего тысячелетия то есть две тысячи лет назад более ирландии когда рим завоевал территорию сегодняшней англии практически до шотландии но ирландию он не завоевал и благодаря этому туда бежали многие первые христиане так как в римской империи не очень дружелюбно относились к христианам их даже часто казнили скармливали зверям в колизее но это некоторая другая история так вот после ухода римской империи христиан христиане из ирландии стали возвращаться то есть приходить в англии и как раз они стали селиться в пещерах то есть у них еще ничего не было они еще не строили свои церкви нечем было люди некрещеные здесь были варвары это происходило примерно в шестом-седьмом веке нашей эры и в этих скалах были сделаны углубления уже человека то есть были кельи как для монахов-отшельников ну первые упоминания об этих пещерах келях известны с 1658 года которые находятся в церковных записях рептона хочу напомнить что рептон это был первой столицей королевства мерсии позже после вторжения данных который мы знаем под названием под именем викинги столица из рептона королевство мерсия была перенесена в город тамфорд это тоже другая история известна картина томаса смита из дерби датированная 1745 годом на этой картине эти пещеры выглядят там семья бердетов где-то 18 веке сделала себе загородный домик вернее домик для пикников барбекю и для отдыха около речки была построена встроена дверь построены ступеньки поставлена кирпичная кладка расширены окна ну хочу напомнить что якорная церковь как не переводится английского она все-таки происходит от греческого названия она хорет что вот как бы якорная церковь я не знаю возможно сейчас существуют другие течения религиозные которые часто можно узнать как анкер чёрч ну возможно но я не теолог поэтому мне трудно об этом говорить побродим немножко по этой пещере хотя на сегодня изрисовано современным граффити видно здесь продолжают жать костры делают пикники но так как это не сильно охраняется государством поэтому может быть она и скоро может исчезнуть вот и штаны современного отшельника монаха и осиновый кол интересно здесь наверное была борьба интересно чем она закончилась а вот и современные монахини отшельники наверное живут тут бедолаги хочу еще рассказать вам одну страшную древнюю легенду средневековую о серии Хьюго де Бурдетте он возвращался из крестовых походов и его обманом заставили поверить что его жена Джуана была неверна ему пока он был в крестовых походах позже ее обвинили и казнили он просил отрезать ей левую руку на которой было обручальное кольцо многие годы спустя сэра Хьюго попросили навестить умирающего отшельника в якорной церкви который признался что был подкуплен бароном бойвиллем чтобы обмануть сэра Хьюго и опозорить его жену убитый виной отшельник провел остаток своей жизни в этой пещере хочу сказать еще что недалеко от этого места место от этого места анкер черч который называется существует еще холмы захоронения викингов и где-то около 50 штук потому что здесь викинги в то время их называли как я уже говорил данными они здесь довольно таки долго шастали но это если удастся то в следующий раз обязательно съездим посмотрим и 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